Резанская епархия Сегодня я вам предлагаю более подробно ознакомиться с приложением «Ступени». Это издание для детей и подростков. Это очень светлый, добрый и познавательный журнал. Тема данного номера — «Успех». Дети и подростки разного возраста отвечают на вопросы, что такое успех и знают ли они успешных людей, а также кроссфорд на эту тему. В журнале много стихов, песен и, конечно, рубрика «Как сделать какую-нибудь поделку своими руками». С пошаговой инструкцией. Выписывая для себя православную газету «Благовест» Рязанской митрополии, вы порадуете своих детей ярким и замечательным приложением «Ступени». В каталоге российской прессы «Почта России» подписной индекс 31614. Газета продается в киосках «Роспечать» и церковных лавках Рязани и Рязанской области. Каменск православный — ежемесячное официальное издание Каменской епархии. Открывается номер рождественским посланием Преосвященнейшего Мефодия, епископа Каменского и Алапаевского. В газете представлено очень много материалов о жизни и событиях, происходивших со святыми разных времен. Статья о том, как привезти в храм подрастающее поколение, на шестой странице газеты. Каменские десантники провели день рождения родоначальника воздушно-десантных войск Василия Филипповича Маргелова в храме и привели с собой ребят, занимающихся в клубе юных десантников. Как дети чувствуют Рождество и как готовятся к нему, узнаете на детской страничке «Светлячок». Спрашивайте газету в храмах Каменской епархии. Журнал «Православный вестник» издания Екатеринбургской митрополии. Открывается журнал словами главного редактора, протоиерея Евгения Попеченко, о старости. В номере очень много материала, посвященного пожилым людям, истории из жизни дома престарелых, который уравнивает всех. Ведь можешь иметь высшее образование или только неполное среднее, могут быть почетные грамоты или судимость в прошлом, привлекательная карьера или инвалидность с детства. Все уравняет дом, где доживают жизнь самые разные люди. Также интересная статья протоиерея Андрея Канева. «Современная бабушка должна быть несовременной, о важности общения бабушек с подрастающим поколением». Но не все в этом номере посвящено старости. Интересно будет прочитать о жизни прихода, о семье, о молодом поколении. А в рубрике «Навигатор» немного о храмах Екатеринбурга, а точнее о храмах-колокольнях. В нашем городе их пока два. Это новый храм Сергия Радонежского и преподобно-мученицы Елисаветы на Уралмаше, и уже ставший знаменитым храм Большой Златоуст, входящий в число основных достопримечательностей маршрута Красная линия Екатеринбурга. Вы пишите журнал, и каждый найдет для себя много интересного и познавательного. На православный вестник подписка пока только редакционная. Заказать журнал можно по телефону 343, это код города, и номер телефона 200 0704. По электронной почте вестникправсобакамейл.ру или письмом на адрес 620 030 Екатеринбург, абонентский ящик номер 7. Леонид Царевский и его помощники Дина Зуева, Екатерина Гаджиева, Людмила Царевская и другие не перестают трудиться над своей газетой, и в свет снова и снова выходят свежие номера Троицкой православной газеты. Газета очень содержательная и интересная, а главное — теплая. Конечно, большая часть материалов рассказывает о жизни прихода. Здесь и приходские новости, венчание, рождение, крестины, благоустройство храма, хроника жизни воскресной школы, расписание и объяснение богослужений и расписание местного автобуса. Подписки на газету нет, но на сайте храма Казанской иконы Божьей Матери в Пучково представлены все номера Троицкой православной газеты с дополнительными фотографиями к материалам, а также новости приходской жизни, большая фотогалерея, объявления о предстоящих событиях и многое другое. Адрес сайта вы видите на экране. Я очень надеюсь, что эта газета станет примером для многих приходов, и они, благословясь у отца-настоятеля, начнут выпускать свою приходскую газету. Представляю вашему вниманию журнал «Православное образование», в котором вы можете узнать обо всех форумах, съездах, образовательных чтениях, симпозиумах, собраниях и совещаниях, а также конкурсах и олимпиадах, посвященных православному образованию, со всеми подробностями, фотоотчетами и комментариями, а также о реабилитационных центрах, где помогают ребенку найти не только семью, но и обрести себя, взаимодействовать с обществом. В разделе «Дополнение» представлены великолепные работы юных участников конкурсу «Красота Божьего мира», которому исполнилось 8 лет. Журнал «Православное образование» можно поздравить с двухлетием. По вопросам заказов журнала обращайтесь по адресу Город Москва, улица Петровка, 28, дробь 2. Телефон плюс 7, 495, 623, 04, 21. Представляю вашему вниманию второй январский выпуск еженедельной православной газеты за 2015 год. 19 января – Богоявление, Крещение Господнее. Открывается свежий номер словами Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла о предстоящем радостном событии. Немного о темах номера. На второй и третьей странице вы найдете все церковные праздники, посты, юбилейные и памятные даты на предстоящий год. Церковный календарь протоиерея Евгения Попеченко посвящен памяти преподобного Симеона Пскова-Печерского, празднуемый 18 января. В рубрике «Архипастырь» продолжение беседы с Патриаршем Экзархом Всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским Павлом о значении в жизни человека, его небесного покровителя. На 12-й странице – рождественское послание митрополита Екатеринбургского и Верхотургского Кирилла, а также фотоотчет с архиерейской литургией, прошедшей накануне Дня Святой Великомученицы Анастасии Узарешительницы. Газета продолжает печатать алфавит духовный Архимандрита Ефрема Игуменова Топецкого монастыря на Афоне. В свежем номере почитаемый старец дает комментарии к таким понятиям, как осуждение, память смертная, планирование деторождения, покаяние и борьба с грехом. В рубрике «Судьбы» продолжение чудесных историй, происходивших на Рождество Христово, а также продолжение рубрики о воцерковлении, в которой вы найдете ответы на интересующие вас вопросы. Новости в этом выпуске из Московской, Санкт-Петербургской, Екатеринбургской, Брянской, Тверской епархий. Ежегодно в Крещенскую ночь с 18 на 19 января в нашем мире происходит величайшее чудо. Дух Божий сходит на освящаемые в храмах воды, и они становятся целительными. На 19 странице вы узнаете все тайны Святой Крещенской воды. Традиционно, расшифровки программ Константина Владиленовича Карипанова «Читаем Ветхий Завет» и «Исследуйте Писание». Книжная полка расскажет о сборнике «Мысли святителя Феофана Затворника о сокровенном мире человека». В печатной версии программы Ольги Валентиновны Баталовой «Уроки православия. Беседы с протеереем Андреем Каневым о действии благодати Божией в человеке». В рубрике «Медицинский городок» беседа с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым на тему «Ранняя диагностика. Гарантия успеха лечения». На 39-й странице молитва святому праведному Иосифу обручнику Пресвятой Девы Марии. Его День памяти церковь празднует 11 января. А на последней странице интересный кроссфорд, конечно, православной тематики. Газета публикует программу передач «Союза» с 26 января по 1 февраля. Подписной индекс православной газеты по каталогу агентства «Роспечать» — 32-475. Газету можно выписать с любого месяца и на любой срок во всех почтовых отделениях России. Выписывайте и читайте православные газеты и журналы. На сегодня все. Всего доброго. До встречи на следующей неделе.